Я заработал сейчас как за 4 месяца таксистом, вот за 2 недели, хотя я там лапшу фигачил. Прямо вот покодить, наверное, максимум часа 4 в день получается. Из-за того, что нет строгости, иногда это вот сказывается на качестве продукта. Друзья, всем привет, не удивляйтесь, это все еще прок-блог, просто Вика застряла в Мехико, в посольстве США. И сегодняшний выпуск буду вести я. В гостях у нас сегодня Александр Зерентьев. Привет, Саш. Привет, Миш. Расскажи немного зрителям себя, так в двух словах. Да. Я из Таганрога, это юг России. В IT около 7-8 лет. Работаю удаленно в основном. Женат, есть дети. Можно рассказать, как ты начинал вообще свой путь в IT, в программирование? Да. В IT я попал совершенно случайно. Еще в школе я увлекался программированием, участвовал в Олимпиадах, поступил в институт, там без экзаменов. Вот. Но в дальнейшем я решил, что институт мне неинтересен. А почему ты решил, что тебе институт неинтересен? Ну, в тот момент я понял, что слишком много лишнего, можно сказать, да, из предметов. Точнее, из тех знаний, которые ты получаешь. Они все довольно-таки поверхностные и размытые. И так как я еще учился на бесплатном, быстро, как говорится, меня отчислили оттуда. В общем, ты проучился сколько? Год, да? Ну, практически год, да. И что потом? Через небольшой промежуток времени пошел в армию. Вот. Тогда еще два года служили. Вот. Я их там отбездельничал два этих года. Вот. В общем. После армии я начал искать идеи. Интересовался бизнесом, да. Но никаких навыков, никаких таких особых идей не было. Поэтому я себя даже попробовал в сетевом маркетинге. В сетевом маркетинге надо, как и, наверное, в любом бизнесе продавать. Вот. А для меня вообще это было прямо вот эти отказы большое количество. Они прямо... Мне каждый раз приходилось переступать через себя, чтобы снова звонить, снова общаться с людьми по этому поводу. Вот. И там, не знаю, не помню точно, ну, где-то с полгодика я помучался, называется. Вот. И забросил это дело. Это был 2008 год. Это был кризис. И у меня есть старший брат. Он тогда работал в компании «Филипс». Вот. И так как был кризис, решили оптимизировать. И его отдел весь сократили. И его. Вот. Но сократили с парашютом некоторым. И у него, как бы, был капитал. Он меня решил привлечь к такси. Как бы, следить за машинами, там, за водителями. Вот такая вот работка. Не знаю, называется, может, там, завхоз или как-то так можно назовем. То есть профессия. Вот. Ну и плюс я, типа, потаксовывал. Да? Вот. А так как у него мало машин было, поэтому, как бы, большого заработка не было от этого дела. Но тут случайно мой же брат купил франшизу агентства. И ему потребовались вот эти все веб-сайты, CRM. Всего потребовалось собственное. Вот. Он говорит, давай найдешь людей, которые реализуют это дело. Вот. Вот. И я такой решил, что, в принципе, неплохо, можно подзаработать. Вот. А нашел в Тагонороге мини-компанию. Там из трех человек. Вот. И, как бы, мы с ними описали ТЗ. Все, что нужно сделать. Вот. Там сроки поставили. Около 4-5 месяцев. Были такие сроки. И они, вроде как, начали делать. Ну, а я, вроде как, менеджер проекта был. Вот. В роли, можно сказать. Я, там, раз в месяц им звонил, спрашивал, как дела. Они говорили, все окей. Оставалось две недели до конца срока. И получилось, что они вообще только-только начали, там, два дня назад. Решил, чтобы не упасть в грязь лицом перед братом. Я сказал им, до свидания. Вот. И сел. И такой, думаю, надо добить. И попер делать. Они это реализовывали на Битриксе. А как ты разбирался во всем без бэкграунда? Вот. У меня даже PHP я даже не знал. Вот. Не то, что там Битрикс. Вот. Просто я спал там 4-6 часов. Вот. И все остальное время я сидел, ловил дупля. Как говорится. Вот. Это были две недели очень мучительных, потому что, ну, я с этим разбирался. Вот. И я, в принципе, успел там. Как бы мелкие баги только оставались. И я, типа, такой, думаю, нифига себе. Я заработал сейчас, как за 4 месяца таксистом. Вот за две недели, думаю. Интересно. Так я попал в IT. Я решил веб-студию организовать. Дальше появилась идея, что можно, типа, вот он, бизнес какой-то, да? Угу. Разработка на заказ кому-то. У меня был друг с института, который тоже был в поисках идей для бизнеса. И мы с ним как-то встретились, пообщались и договорились, что мы там, некоторые начальники капитала, скинемся, там, на закупку оборудования, там, всего, там, офисов, съемок. Угу. Вот. Как обычно, решено было сразу все делать глобально. Мы нашли, что можно, в принципе, там есть тендеры государственные, да? И они с очень большими бюджетами, не то, что там до этого у нас 100-200 тысяч рублей бюджет на сайт, а там миллионы, да? Ну, вот мы начали участвовать, но за счет того, что у нас сотрудники работали, которых мы наняли уже к тому времени, на очень низких зарплатах, я прям удивлен, как мы в те времена, даже в те времена находили. А это был 2012 год, да? А у нас там зарплата 15-20 тысяч такая. Это 20 тысяч, это там, типа, когда все, очень много заказов было. Это человеку с каким-то опытом? В принципе, на стекущий момент я понимаю, что там все такие прямо джуны-преджуны приходили. В основном были ребята, вот только-только институт закончили, и сами там какие-то, может, курсы прошли. Простые. То есть никто, ни с какой, ни коммерческой, ни разработкой, ни тем более в команде никто не работал. Вот. Но для Битрикса, чтобы что-то делать, этого, в принципе, достаточно. Так вот, мы начали участвовать в тендерах. За счет того, что у нас низкие расходы, мы демпинговали очень сильно. Там, допустим, его начальная стартовая цена 5 миллионов, а мы там до 300 тысяч. Но нам это тоже, потому что у нас 50 тысяч, это, себестоимость была. Вроде такого было. Вот мы низко тендеров выиграли по этой неделе года. Вот там где-то примерно на миллион получилось, да, за месяц. Мы такие думали, ох ты, классно. А у нас всего было, там, по-моему, два разработчика и дизайнер один, да. И я еще тоже помогал иногда, когда там не успевали, как разработчик. И мы решили, что надо расширять штат срочно. Вот. Но мы штат не продажников, да, начали расширять, а программистов. Мы сразу там где-то примерно 12 человек у нас стало. Там два дизайнера и остальные разработчики. Вот. Быстенько мы их набрали. Вот. Но начался Новый год. Вот. Заказы перестали, тендеры, да. А то, что мой товарищ, как менеджер, по продажам находил частных клиентов, это вообще были супер копейки. Они все свои деньги считают хорошо. Вот. Они не готовы там выкладывать лишнее. Буквально, не знаю, полгода. И мы начали уже, пошли в минус такой нормальный. Все, заказов нету и нету. Мы начали потихонечку от самых плентяев прибавляться. Потом в конце уже все опять. Я сидел один разработчик и все, дизайнеров уже начали купить на фриланс. Вот. Ну и потом. В общем, вы закрылись, да? Да. Что ты делал потом? Пока работал вот этой компанией, я тоже там помогал. Вот. Я поднабрался немного опыта. Решил, что пора устраиваться на работу. Удаленно в московскую компанию. Мне понравились их условия. Прошел собеседование. Собеседование там, как говорится, такое было простое. С знакомством, можно сказать, да? Хоть и с техническим директором, но знакомством. В общем, в этой компании тоже все устроено так было, как у меня. То есть просто спрашивали, как дела. И все. Так и проекты работали. Там был принцип такой. Главное, чтобы акт подписал заказчик, и все. А что дальше с проектом, не важно. Поэтому я очень к этому быстро приноровился. Это был 2014 уже год. У меня зарплата была, как у сеньора, да? Хотя я там лапшу фигачил такую. Как говорится, когда все в одном фальне, это ок. Я у них проработал год. Да. В принципе, меня все устраивало. И в какой-то момент, опять же, позвонил мне мой брат. У него компания росла очень хорошо. И он предложил, говорит, давай, будешь у меня как разработчиком. Я, как говорится, уволился с этой компанией и стал с ним работать. Так как у меня опыт на Bittrex, ему было решено использовать там корпоративный портал Bittrex и его перепиливать на что-то такое чистенькое, без CMS. И я пересерчил и наткнулся на тогда был популярный React. Бэкэнд я типа писал на PHP, а React фронтенд. Я решил так, за счет заведения, как говорится, изучить новые технологии. Но эта компания, она аутсорсовая, а я не в их штате. И поэтому они не особо были заинтересованы в том, чтобы я работал, потому что мне отдельно платили. И я, получается, их объемы съедал. То, что они могли бы себе заработать. Я так себя чувствовал лишним и решил, что пора искать другую работу. Сейчас чем занимаешься? Сейчас я по-прежнему в IT-компании. Это интернет-магазин строительных материалов. Ну, как бы это не только интернет-магазин, у них там и розничная сеть есть. Ну, мы к ней, соответственно, IT-отдела не имеют отношения. Если из стека, у них уже есть сайт, как говорится, Legacy, так называемый. Вот он там на джанге, питон, сделан такой монолитный целиком. И они в данный момент, происходит такая миграция на микросервисы, когда... И фронт-энд на реакте, соответственно. Это какой год был? Это вот в этом году я устраивался. Вот. В начале года. IT-отдел у них довольно большой. Я даже не знаком со всеми. Больше ста человек. И используется методология agile. То есть у нас есть эти спринты определенные. В компании все удаленщики? Я имею в виду IT. Нет. Компания не так давно начала работать с удаленщиками. И она как бы тоже набирается опыта. Вот. Большинство людей в офисе. У них два офиса. Один в Тюмени, один в Москве. У нас команды миксуются. Поэтому я не могу даже сказать, какой процент. Вот. В данный момент, над проектом, которым мы работаем, там где-то процентов 30, наверное, у удаленщиков. А остальные. Как у вас встроены процессы взаимодействия между коллегами? Мы используем методологию agile. В ней есть там различные мероприятия, спринты. У нас это называется daily meeting. Вот. То есть мы перед началом рабочего дня, мы созваниваемся. Вот. Используем какую-нибудь программульку для конкуренции. На этом митинге мы рассказываем, что ты сделал вчера. Какие у тебя. Все ли получилось, что ты планировал. Там какие есть проблемы. И план на сегодняшний день. И вот эти митинги, они, во-первых, дают всем, всей команде понимание, над чем работается, да. Вообще вся команда работает. Вот. Ну и плюс некоторый контроль такой. Вот. Когда ты пофилонишь, если вдруг, да, то тебе нечего будет рассказать, можно сказать. У меня тоже в Амазоне было в нескольких командах такая тема. Ты говорила, у вас спринты на недельные? У нас двухнедельные. Компания, в принципе, экспериментирует периодически, да. Какие-то процессы добавляет, какие-то там объединяет. Команды тоже переформировывает. У нас изначально была, допустим, чисто фронт-энд команда. Потом было решено, что некоторые сервисы, с которыми мы взаимодействуем, бэк-энд сервисы, да, микросервисы, вот. Что разработчики из этих микросервисов начинают в нашей команде работать, вот. Ну, в принципе, это дает плоды, потому что быстрее реализуется то, что нужно фонт-энду. А вообще у нас происходит такая миграция. У нас же есть этот проект на Django, который, вот. И сейчас делаются вот микросервисы и React. И, как говорится, можно сказать, постранично, по фичам мы его переносим. То есть продолжают старые работать и новые добавляются в фичи. А кто определяет, ну, архитектуру микросервисов? У вас есть какая-то отдельная для этого роль или отдельные люди, или вы просто внутри команды? Компании, конечно, еще надо этим, особенно с бэк-эндом, он очень много чего в Legacy. Пока только-только начинается работа, как бы они документируют, вырабатывают какие-то архитектурные решения, которые, чтобы переиспользованы, да, на разных микросервисах, вот. Но старые, с этим все плохо, все в Legacy, оно без документации практически все. То есть все так, когда тебе что-то непонятно, пошел в код, и сорта там изучаешь. Отдельной роли такой нет. Вот, собираются там какой-нибудь мозговой штурм, разработчики, что-то придумывают, вырабатывают, договоренности какие-то. Вы разрабатываете там разные микросервисы под разные, не знаю, там, бьюськейсы, да? Есть какой-то общий стандарт, допустим, инструменты, которые мы используем, технологии, которые мы используем, которые нельзя использовать, там, или, ну, что такое? Ну, на фронтенде нет такого. Есть какие-то ограничения, к примеру, там, не знаю, поддержка браузеров определенная, да? И там тоже накладывают ограничения на какие-то технологии, да? Там, мы так как тот же самый интернет-эксплойер поддерживаем, там, а в нем новых фичей нет. Мы их не используем, к примеру, мы там используем старые. Вот, вот такие только ограничения. Ты сказал, что большая часть людей сидит в офисах. Ты чувствуешь, ну, какие-то, как сказать, не то, что ущемления в этом, а большую сложность какую-то в том, что ты сидишь удаленно. Ты не можешь, например, пойти, там, к конкретному чуваку, который писал конкретный сервис, и у него напрямую об этом спросить. В принципе, нет с этим никаких проблем. Единственное, бывают проблемы, когда, ну, вот я только пришел, ты не знаешь, кто за что отвечает. Вот, ну, это решается вот тем же, как говорится, коллегами, которые уже там давно. То есть, просто задаешь вопрос, они тебе говорят, что иди, обращайся к тому. В принципе, нет никакой проблемы, потому что можно списаться, можно созвониться. У нас там есть различные тематические чаты, да, мы Telegram используем, вот, для корпоративного общения. Тебе не кажется, что в офисе работать более продуктивно? Вот я пробовал, да, я приезжал в московский офис, вот, немного там поработать. Для меня лично, наоборот, это было контрпродуктивно, потому что в офисе не так уж и мало отвлекающих факторов, да, вот. И там, так как это компания такая, как, наверное, многие айтичные, довольно лояльно, то есть там нет такого, что с тобой стоят плеткой, ты почему не работаешь, вот. Поэтому там вот эти беседы, кофе-брейки, это очень много времени уходит. И плюс, самое важное для меня, когда я сижу работаю, там есть, так сказать, джуны, да, есть компании. Вот, у них всегда куча вопросов. Вот, и они подходят, спрашиваете, ты теряешь фокус, вот, а ты отвечаешь им. Вот, когда я удаленно, он мне пишет, я, когда у меня появилось время, когда я уже закончил задачку, я отвечаю ему. Как бы, у меня нет потери этой. У меня тоже такое бывает иногда. Хотя у меня обычно, наоборот, ну, типа, я себя более чувствовал продуктивно в офисе, но иногда, если вот дома я настроился, то там тебя ничего не отвлекает и получается даже лучше. Ну, я, так как я довольно давно уже, на удаленке, лет пять получается, вот, и у меня уже дома все процессы полностью оптимизированы. О, расскажи про это. Все просто, нужно, конечно, отдельное пространство, отдельную комнату, вот, а то всех, это вообще прямо обязательное условие. Наверное, как в офисе. Единственное, что у меня нету пути до офиса, да, у меня путь до офиса очень короткий, да? Да, пять метров составляет. Все комфортно, никакого дресс-кода, могу себе позволить там не бриться несколько месяцев, вот, и никого это не напрягает. А как вообще устроен твой день? Ну, утренний митинг... И сколько ты начинаешь? Утренний митинг у нас, так как по Тюмени, там, у них 10 утра начинается, у меня по Москве 8 утра, но я всегда стараюсь поработать пару часов до этого митинга, потому что после этого митинга уже бурное общение в чатах происходит, там, типа, кто-то звонит, кто-то что-то спрашивает, вот, и вот эти два часа, они самые продуктивные, вот. Дальше уже пошел рассеивание фокуса, вот, периодические отвлекания все равно, что-то срочное, что-то пожары, как говорится, тушить там, вот. И вот так в течение дня работаешь. Если по чесноку, прямо вот покодить, наверное, максимум часа 4 в день получается. Остальное? Вот на общение. У тебя нет никакой проблемы из-за того, что вот, как бы, ты, ну, работаешь дома, да, по сути, ну, то есть у тебя меньше взаимодействия с людьми личного? Нет проблемы какой-то нехватки социального общения? Наверное, как и в любом другом городе, у нас есть некоторое там сообщество по JavaScript, там, чатик, где вы не только там взаимопомощь, ну, и там организовываются такие встречи, просто мы там в баре собрались, общаемся, обо всем, ну, в том числе и о технологиях тоже обязательно. А эти остальные люди, они в основном тоже удаленно работают или? Кстати, как-то проводил опрос там, вот, довольно большой процент именно в этом, кто в этом чатике удаленщики. Удаленщики. Ну, видимо, поэтому они и проводят, наверное, в чате. А сколько можно в Таганроге зарабатывать, если, ну, как бы, неудаленщиком? Неудаленщиком. И я стал замечать, буквально там, не знаю, года три назад начали появляться компании, которые работают с западными заказчиками, и у них очень конкурентные, у них такие, ну, московские зарплаты тоже, в принципе, если ты средний, да, от 100 тысяч начинается в месяц. А как с возможностями для профессионального развития в городе? Ну, то есть, допустим, не знаю, в Москве тоже, ну, там, куча митапов всяких каких-то. Ну, вот, кстати, эти компании, которые у нас там, у нас есть несколько таких, назовем, наиболее крупных, да, вот, с конкурентными зарплатами, они регулярно организовывают различные митапы на своих территориях, там, за свой счет. Вот, ну, приглашают не только своих докладчиков, ну, из компании коллег, но приезжают различные ребята с Ростова, вот, ближайшего миллионника, вот. И, в принципе, не так уж их мало, этих митапов, с Москвой не сравнимо. По моей тематике, там буквально, ну, раз в три месяца где-то примерно, да. Ну, там же есть различные другие тематики, там, не знаю, мобильная разработка, так далее. Там отдельно, там, Android, отдельно iOS-ники собираются. На конференции ты куда-нибудь приезжаешь? Вот, на конференции, в основном, конечно, Ростов только посещаю, да, там тоже, в принципе, там гораздо живее, чем в Таганроге в этом деле. Там, в принципе, в каждом месте есть куда сходить, даже JS-разработчику, не то, что, а если там, если там другие тематики, то еще чаще. В Москву не езжу, но вот как раз перед поездкой в Мексику я заезжал в офис там, общался, и там прямо оказалось, что в этом же здании проходил холль JS. По JS очень популярная конференция, вот, и половина коллег были на этой конференции, и причем не московских коллег, которые, а из Тюмени. Я узнал, что, оказывается, компания, типа, оплачивает проживание, и все, и перелеты, и все дела. А какие еще плюшки есть у вас в компании? Для удаленщиков-то плюшек, наверное, нет. Для офисных, собственно, вот это производство, это, типа, ресторан, где они кормят сотрудников, да, они, типа, это, какую-то часть компенсируют, так. 50, по-моему, процентов. А обучение какое они комментируют, не знаю, там, книги, курсы? Да, это тоже все. Мне пока не было необходимости, я нашел кучу источников, которые не требуют финансовых уложений. О, расскажи об этом. Очень много чего open-source, и в основном всех проектов, типа, вот, React, у них очень хорошая документация, ну, естественно, она на английском языке, в основном, хорошая. Что конкретно ты читаешь? В основном, документация. Такого нету, чтобы ты брал и целенаправленно какую-то новую штуку изучал, просто так, вот. Часть всего, это какая-то у тебя есть задача, да, допустим, которую ты раньше не делал, и ты начинаешь ее делать. И я, кстати, пытался такой, думаю, надо же, как бы, повышать свои хард-скиллы. Знаю, что вот есть такая технология, она там, может быть, когда-нибудь пригодится, ее изучать, вот. И это вот для меня, по крайней мере, не работает. Ты ее изучаешь, так, эти мануальчик почитал, что-то потыкал, вот. Но через какое-то время ты благополучно это все забыл. Да, мне это кажется, что надо придумать себе какой-то проект сразу что-то. Нужно отработать это, и причем самое главное, что ты даже если придумаешь проект, ну, очень простой, не с конкретной задачей жесткой, да, ты берешь себе, позволяешь отступления различные, и ты не доводишься до того, как раз кроется в деталях всегда, вот. А когда ты, у тебя есть задача конкретная, да, которую надо прямо четко сделать, вот, ты, это сложнее, чем когда ты так себе накидал, прототипчик, можно сказать, вот, и сделал, и ты нюансов многих и так и не изучишь. Как у вас вообще атмосфера внутри компании? Ну, насколько у вас строго относятся к, там, каким-то фейлам? Или когда у вас, там, не знаю, задачи перетекают из спринта в спринт, что с этим делать? Очень часто, это не редкость, когда мы не успеваем что-то. К срокам претензий нет никаких, никогда. У нас, если сроки нарушаются, то это, ну, как бы, или просчет какой-то произошел, вот. Чтобы сроки нарушались из-за кто-то филонил, такого нету, у нас в основном сроки из-за каких-то просчетов. Когда задачка, и никто не имеет ни опыта, да, она сразу, как бы, записывается в рискованную, да, и все знают, что она не факт, что выполнится. Когда планируете, кто оценивает сроки? Разработчики. Вот у нас, да, есть вот раз в две недели у нас же спринты, есть какая-то цель, раскидывается, декомпозируется на задачки, которые уже более так детально. У нас изначально пробовали в часах, типа, оценивать, выполнять, но это вообще практически никогда это не приводит. Поэтому мы стали в сложности просто оценивать, да, и вот в риске, ну, это есть стори-пойнты такое, вот, вот мы в них оцениваем, и все. То есть просто стали использовать сценку, которая нужна вот этому менеджеру для понимания, есть ли риски, что она задерживается или нету риска. Мы документируем, почему произошло, что нужно было бы сделать, чтобы это не произошло и так далее. Вот такое происходит, но, как-то это, кнутом нету такого. Расскажи про какой-нибудь свой самый эпичный фейл. Очень часто, можно сказать, фейлы это просто вот такие, называются конфликты кода. Самая популярная тема, когда один кнопку, на кнопку что-то добавил события, а другой эту кнопку убрал. Вот, и все. У каждого работала его реализация, а вместе она перестала работать. Просто из-за того, что не всегда ты все кейсы сам представишь. У нас, получается, фейлы командные. И с недавних пор нам в команду добавили QA, да, это парень, который, ну, помимо автоматизированного тестирования, он нам еще вот помогает именно с проработкой вот этих кейсов. Поэтому про фейлы, фейлы все у нас разделяются. Так проще за это. Ясно. А как у вас с техническим долгом? Технический долг это такая всегда больная тема для продуктованера и руководства. Потому что это не новая фича, которую ты видишь, что она вот появилась. На нее всегда приходится, разработчики попрашивают время. Мы, как бы, изначально договорились, что мы будем каждый спринт хоть чуть-чуть, да, брать. Но вот это, нет той точной границы, сколько это чуть-чуть. Поэтому каждый раз давай и это возьмем, и это возьмем. В принципе, вам разрешают каждый спринт что-то? Да, да, что-то мы берем. Ну, руководство горьким опытом на предыдущем вот этом монолите, так, джанговском, поняли, что все это надо. И на документацию выделять время, и на все. Вот, конечно, это всегда все немножко со скрипом. Это не так, что руководитель говорит, так, давайте на это, вот вам на документацию, на это. Вот разработчик, если инициативу проявил, сказал, что давайте выделим, давайте на меня вот эту задачку тогда, и сработает. Насколько вы, как бы, в курсе стратегии развития компании, и насколько вам как-то преподносят, ну, там, типа, куда компания движется, и вот это все? Так как я удаленщик, я не в курсе всех тем. Финансовых отчетов мы точно не знаем. Бизнес развития у нас нету с информацией, да? То есть вы в основном просто... Мы знаем проектов, стратегии проектов вот эти, которые мы делаем, вот, с этим у нас, в принципе, все нормально. Руководители, они тоже рассказывают, почему они хотят тут так делать именно. Ну, они общаются, то есть двухсторонняя связь, они тоже получают от нас обратную связь, иногда мы же тоже, как бы, можем подсказать что-то, почему это стоит делать, а почему нет. Вас пытаются мотивировать чем-то помимо, ну, как бы, денег, помимо зарплаты? Например, я не знаю, какие-то там акции или что-то, ничего. А, акции имею в виду компаний. Да. Не, у этой компании нет никаких, ну, акций, поэтому с этим нет. Всякие мероприятия, вот, должен в скором времени организоваться у нас так называемый worktrip. Это когда команда куда-то едет в какое-нибудь, опять же, курортное место, вот, там живет, работает и отдыхает, вот, совместно. А как у вас с этим отпуском? То ли 28 дней, то... Ну, в общем, по ТК, стандартная служба. Да, 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 такое вот. В принципе, у нас очень лояльно относятся, если тебе нужен, там, отгул, да, то есть, там, и даже, в принципе, не требуют, чтобы ты его потом на выходом отработал, да, просто тебе нужно, там, дела какие-то свои, там. И даже, вот, я, там, приболел, там, на пару дней, вот, я не в больнице не оформлял ничего, мне просто считался рабочий день. Вот, вот такое есть. В принципе, все демократично, конечно, иногда, мне кажется, что из-за того, что нет строгости, иногда это вот сказывается на качестве продукта. Сейчас, можно так сказать, есть некоторый дефицит на айтишниках, да, поэтому все равно на все это закрываются глаза, вот, никто не пытается ни на кого давить, никто не хочет терять разработчиков из-за того, чтобы просто надавили на него. Если возникает, не знаю, конфликтные ситуации среди, ну, коллег команды, вот, вот эти есть скрам-мастера у нас, там, вот, они сразу включаются, все это пытаются разруливать, чтобы это все гладенько прошло, причем у нас всех скрам-мастеров очень много, я точнее количество не знаю, там, ну, очень много. А ты не знаешь, локация человека влияет на зарплату в вашей компании? Да, влияет, у нас вот так получается, примерно на одном уровне зарплата у удаленщиков и у тюменцев, ну, те, которые в офисе Тюмени, и выше у москвичей. И у нас, кстати, в компании принято так, ты, если хочешь повышение зарплаты, чем ты, типа, полезен в компании, пишешь, вот, и тебе, типа, одобряют, не одобряют, там, или меньше одобряют, там, допустим, зарплату, ну, вот так устроено. И оказалось, что, когда я вот решил попросить повысить мне зарплату, вот, оказалось, что у них есть такая, там, доска в офисе, ну, в московском и в тюменском, вот, на которой все фамилии и, типа, текущая зарплата и желаемая. И, то есть, каждый знает, текущую зарплату другую. Все знают, сколько тут зарплаты? Да, да, вот я такому узнал, вот, я приехал, ездил в московский офис, приехал, посмотрел. А можно звучать цифры? Моя личная, 100 сейчас, да, вот, а вот я начинал с 70, а потом мне, после испытательного, типа, 80 сделали, потом, типа, 100. Вообще, я вот подглядывал в московский офис, у них, так, 150, 200 и, там, ну, до 220, по-моему, я видел зарплаты. Вот, ну, это, наверное, у тех, таких, типа, сеньоров, да, вот. Вот, я себя так пока еще позиционирую, типа, мидл, да, для меня сеньор это тот, который уже, вот, в своем стеке, который есть на проекте, прохал уже все. То есть, он уже все эти подводные камни знает, а я еще пока сталкиваюсь с подводными камнями. Я, в принципе, все задачи закрываю самостоятельно, но иногда сталкиваюсь с подводными камнями, которые просто удлиняют. То есть, ПЗП у вас получается, что москвичи получают где-то, там, практически в два раза больше. Ну, не, вот у них где-то, мидл, это 150, так вот. То есть, полтора раза. Полтора раза, вот. Ну, я, кстати, когда увидел, ну, это Тюменицкую, я вначале увидел табличку зарплаты, я вообще был очень удивлен, как-то все странно устроено, потому что на тот момент были разработчики, которые слабее меня и с большей зарплатой, чем у меня, а были, которые сильнее меня, вот, и с меньшей зарплатой, чем у меня. Это странно, что, ну, как бы, при этом же все знают, кто как работает, и все видят, кто сколько получает. Да, я вообще, я до сих пор это не понимаю, почему. Возможно, этот парень, у которого меньше, он просто, наверное, не это, не просит ему, может, хватает, ему все хорошо. Вот, я не знаю. Стоимость жизни в Таганроге? А, в Таганроге? Ну, так как, во-первых, мы живем в своем доме, мы не тратим ни на аренду, вот. Ну, вообще, аренды у нас довольно, ну, такая невысокая. Ну, квартиру, там, для семьи можно за 10-15 тысяч, где-то так вот, примерно, арендовать в месяц. Вот, а так, по затратам, ну, вот, мы, у нас же двое детей, поэтому мы стараемся их, чтобы они всякие кружки и там всякие такое, это тоже, в принципе, нормальная такая статья затрат. Вот, всякие развлечения, и где-то полторплаты уходят, вот, текущие, да, то есть, тысяч пятьдесят у меня уходят. То есть, пятьдесят процентов остается где-то? Да, это я не учитываю всякие отдыхи, на отдыхе, конечно, там, это отдельно, вот. Что ты думаешь о, как бы, своем профессиональном будущем? У тебя есть какой-то идеальный расклад карьеры или, там, какой-то план? Я вот решил уже, как говорится, во фронт-энде, потому что фулл-стэки это слишком распылительно, и ты не будешь, ну, очень, наверное, очень тяжело с фулл-стэком быть, и там, и там, везде быть в тренде, потому что все меняется потихонечку, новые, там, фреймворки появляются, и так далее, вот. Поэтому я во фронт-энд, и, как бы, хочу стать сеньор, там, как минимум, там, сеньор. Есть план, как минимум, обязательно надо будет поменять проект, как только я пойму, что я уже все почувствовал, я, ну, или, если в этой компании будет возможность, какой-то другой проект перейти, я перейду, все не будет, ну, как бы, буду в другую компанию, где другой стэк, потому что предыдущий опыт показал, что топтание на месте, это не гуд, это можно зарабатывать деньги, но ты не растешь, то есть, вот, немножко скучновато становится. Также у меня не оставляет покой, что что-то организовать. Бизнес какой-то, знаешь? Да, бизнес, стартап, там, не знаю, вот. Пока я не зацепился ни за какую идею, вот я в голове кручу, как говорится, возможно, будут попытки чего-то сделать, вот. Ну, еще, вот я в этой поездке, то есть, у меня это, полное осознание пошло, что мне надо прокачиваться в английском, да, в разговорном, и, возможно, я эмигрирую куда-нибудь, да, за рубеж. Есть какой-то план? Из тех стран, в которых я ресерчил, это Штаты, да, они, конечно, там, та же Кремниевая долина, она меня привлекает. В принципе, я понял, что есть плюс и Европы. Ну, это плюс в меньшем потере контактов со своих, с родными и так далее, потому что у вас, во-первых, и расстояние гораздо меньше, ну, и часовой поезд, не так. То есть, контактировать гораздо проще будет. А почему ты вообще хочешь приехать? Ну, в России меня, как бы, много чего не устраивает, ну, помимо, типа, политической обстановки, можно сказать, тогда, она меня не устраивает. Вот, и я не уверен, что она в ближайшем будущем изменится, вот, а если вдруг она изменится, то она, типа, может, типа, как-то слишком радикально изменяться, да. То есть, и я не хотел бы в таком самом жизни, чтобы мои дети, да, жили, потому что, ну, как бы, неработающие суды и так далее, это вообще не кайф. И не кайф оказаться в такой ситуации, когда ты будешь, как говорится, под плеткой государства. Вообще не кайф, и это одна из главных причин. Ну, и плюс меня бесят на дороги наши в России, да. Вот, ну, Москва, может быть, не совсем это чувствует, но все остальные регионы это все чувствуют. В принципе, еще климат, конечно, климат, и наше благоустройство, которого нету, да, в России не занимаются этим, по крайней мере, ну, в регионах. Вот, блин, и как только осень, скажешь, кроме как лета, да, все такое серое, унылое, грязное, вот, это меня тоже напрягает. Я, нет, мне хочется эстетики. Надеюсь, Мексика вас взбодрит, даст вам заряд на эту зиму. Да, да, ну, загарчик уже дает. Да, ясно. Спасибо, Саш, за то, что поучаствовал. Смотрите ProgBlog, смотрели, спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте колокольчики, лайки и все такое. А мы пойдем, пойдем дальше веселиться. Все, всем пока. Пока.